Хочешь получить батлпасс 50-го или 100-го левела не за 3,5 тысячи, а за пару сотен рублей? Легко. На тесте дроп уже завезли горы компендиов и паки левелов. Выигрывай новую личность на Пуджа, Антимага, а также Арканы на ВК, Квапу и ВН. Открывай сундук, выбивай приз и сразу выводи его полную стоимость себе на стиль. Переходи по ссылке в описании прямо сейчас, пополняй баланс промокодом на экране и получай халявный сундук боевого пропуска с гарантированным дропом. Тесте дроп шансов больше, чем у Габена. Вот так. Всем ку. Я врубил как раз вовремя. Правда, сегодня поздно. И не факт, что будет длинный стрим. Вообще, возможно, будет один из самых худелых стримов за этот месяц, потому что и без Старкова, и без Казика. Здравствуйте, Виталий. Здрав. Поздравь, пожалуйста, моего брата Матвиенко Назара с днём рождения. Три часа назад. Пожелаю удачи и здоровья ему и его близким. Интересно. Он твой фанат, не хейтер. Два доната вне стрима? Три часа назад. От короля Егора. Вот так-то лучше. Одинаковых. Здравствуйте, Виталий. Поздравь, пожалуйста, моего брата Матвиенко Назара с днём рождения. Пожелаю удачи и здоровья ему и его близким. Он твой фанат, не хейтер. Буду на стриме поедать вот такие вот мятные темы. Смотрите. Там такие мятные рафлинки. Типа, бля. Ну как тик-так. Вы что-нибудь знаете об этом? Лёгкая тысяча рублей, только тачил поток. Чё-то лёгкая. Мне это вот не попросить. Сегодня хочу попробовать Стэнли Параболы игру ещё. Мне сказали, что типа я вчера off-no stream прямо вот на конце. Ну как бы было сложно. Так. На чём я остановился? На прошлом стриме я этот дом занёс в этот дом. Они одинаковые реальные или что? Короче, суть в том, что я этот дом занёс в этот дом. И у меня игра сломалась полностью после этого. Вот. Вот что я помню. Типа я его здесь увеличил, я зашёл в него, и у меня игра сломалась. У меня... Ну всё, конец игры. Я на этом вырубил стрим. Не знаю, что это за хремя было, как-то произошло. Так, всё работает? Поставил сабмод, но это последний сабмод, возможно, за долгое время или вообще. Потому что я повторюсь. С следующего месяца подписки будут по 100, и у вас всех пропадут подписки, которые за 50. Ну, вам деньги вернутся, очевидно. То есть деньги не потеряются. Так, возьму с себя рафлинку. Я буду по кд брать на стриме вот эти вот рафлинки. Микро... Микро рафлинки. Так, ну давайте... Разовьём домик. Войду в него. У меня снова игра сломается, эх, эзэ. Ну, я это сделал на прошлом стриме, у меня игра поломалась после этого. Забаговалась. Как я, блять, его настолько сильно развить должен? Что я не совсем понимаю, как мне его развить? Ну, и как я его засуну, блять, сюда обратно? При этом, что он был развитый. Блять. Мне просто так, типа, исполнить. Блять, опять запутался, что делать надо в этой бараши. Ну, что ещё? Какой бред ебучий. Привет. Подскажи, пожалуйста, как ты купил суперлиминал? Зашёл в стену, а мне пишет, что игра ещё не вышла. Легко. Не помню. Забыл. Ну, серьёзно, нечего подсказать, сори. Походу, минус 250. Дико извиняюсь. Бля, я не понимаю, что делать надо. Так и до сих пор не понял. Я помню, что я каким-то образом игру поломал, когда я дома-то сюда закинул на прошлом стриме. Я что-то исполнил, что игра сломалась, короче, полностью. Я не знаю, что я исполнил, как я это сделал. Я что-то жёсткое прямо сделал, и у меня игра сломалась. У меня как же это тяжело, непонятно всё. Я, короче, какой-то парадокс исполнил, который меня предупреждали, и у меня игра вообще полетела. Окей, мэбби... Так а что толку, если я так делаю? Понимаю. Так вот, вот, у меня опять чёрная драта. Вот, вот, что я сделал. Смотрите, что произошло. У меня игра ломается, если я исполняю такую хуйню. Ну и что дальше? Что происходит? Я это сделал в прошлый раз. На прошлом стриме. И игра... Я потом, короче, упал в белую хуйню эту. Потерялся. Ну вот, этот самый парадокс снова. И что дальше? Как это пофиксить? Как вообще-то пройти? А, я помню, кликнул, развернулся на домик. А вот, вот я, короче, в каком-то дерьме оказался. Всё, конец. Типа, вот игра закончилась на этом у меня. Вот, то же самое, что было в прошлый стрим. Хуй знает. Если это не баги, то что тогда назвать багами? Ладно, я иду на белый свет. Посмотрим, что будет, если я пойду на белый свет. Ну, я не знаю. Если это не баг, то что это? Почему игра полностью ломается? Хрен его знает. Окей. И вот, да, то же самое у меня было. Я взял дом. И он у меня испарился. Он превратился в ending machine. И что, блядь? Я не могу вернуться сюда. Ну, я ухожу в свет. Я вроде двигаюсь. Ну, и что? И что, блядь? Ну, в прошлый раз я не шёл на свет до конца. Мне нужно очень далеко идти в свет. Очень далеко, типа, идти, 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 идти. Я вроде отдаляюсь. Я могу, типа, долго идти. Хуй знает. Я много раз говорю такие вещи, что, ну вот, когда разработчики делают игру, неважно какую, головоломка это, не головоломка, они делают это для большинства людей. А я, ну, не попадаю под это понятие. Я, короче, в играх начинаю, блядь, такое делать, о чём разработчики никогда не могли подумать. Вот что я сделал, и что, блядь, дальше? Ну, что ещё? Надо перезапускать? У меня к тебе два вопроса. По твоему календарю сейчас 2200-й год. Наверное. И если у тебя знакомые, друзья, с которыми ты общаешься и гуляешь хотя бы один-два раза в месяц, если это верно, тогда извиняюсь. БТВ и оценинник. У меня, друзья, может, что так? Здорово, Артас. У меня уже вторую неделю болеет бабушка от короны. Ей 81. Ууу, печально. Устала от того, что я ничего не могу. Не могу поделать с этим ей, откровенно говоря, хуево, точка. Не хочу её терять. Не знаю, что делать. Задонатил в надежде, что мне станет легче. Это мой первый тебе донат. У нас старых в больницу не берут. А что толку себе взяли, на самом деле? Думаю, что это помогло бы особо сильно. В таком возрасте, ну... Это уже чуть ли не рандом, когда такая болезнь. Не знаю. Ой, я вроде перестал двигаться или что? Ну, желаю выздоровления, но как бы сам понимаешь. Да, печально. Не знаю, что сказать. А, всё, я не могу двигаться. Так вот, ну и что, блядь, и что? Мне игра сломана. Чего могу поделать? Мне опять перезапускать? Ну, что ещё? Здорово, папаша. Реши загадку. Но не подсматривай никуда. В кошельке две монеты общие. Не люблю загадки. Я не люблю загадки. Одна из монет не пять рублей. Какие монеты лежат в кошельке? Номинал рублевых монет один, запятая два, запятая пять, запятая десять рублей. Решай. Умничь. Иначе ты не умничь, а тупечь. Я загадки ненавижу. Загадки, блядь... Любая загадка решается без проблем. Но потом оказывается, что такое решение, ну, типа, ну, запрещено почему-то. То есть, любая загадка зависит от задуманного автором загадки сеттинга. Блядь, я перезапускать опять должен. У меня игра сломалась. Что я могу поделать? Я не знаю, где я. Интерстеллар 2. Я не могу даже вернуться к контрольной точке? В смысле? У меня игра сломалась. Это точно баг. Где я нахожусь? Что происходит? В кошельке две монеты, общим номиналом 6 рублей. Одна из монет не 5 рублей. Какие монеты лежат в кошельке? Общим номиналом. То есть, в сумме... В сумме 6 рублей. Одна из них не 5 рублей. Какие монеты лежат в кошельке? Ну, 2,4, 3,3, блядь. Что? А, окей, подожди. Номинал рублевых монет. 1, 2, 5, 10. А. Ну, тогда хорошо. 6 единиц, 3 двойки. А, 2 монеты. Ну, что еще? Надо микрочелам на стол попасть, тюбс. Надо микрочелам на стол попасть... Какой стол, блядь? О чем вообще речь? Я почему опять подсказываю? Хотя, конечно, когда игра баганулась полностью, что она даже вообще не загружается уже. Ну, вот это вот... Это пиздец. Это баги. Это не может быть задумано разработчиками. Что это за хуйня с игрой вообще происходит? Как вернуться к контролю на точке? Так, что за загадка дурацкая? Я ненавижу загадки. Две монеты общим номиналом 6 рублей. Одна из монет не 5 рублей. Номинал рублевых монет 1, 2, 5, 10 рублей. Ну, там их две. И она из них не 5. 1, 2, 5, 10. Две монеты общим номиналом 6 рублей. Как такое может быть тогда, если есть 1, 2, 5, 10, но при этом нету пятерки? 2 на 2, 4. 2 на 1, 2. Ну, это все не работает, получается. А, одна из монет не 5 рублей. Одна из них не 5. Так, значит, 5 и 1, блядь, и все, и конец. Одна из монет не 5. Ну, вторая может быть 5. Значит, 5 и 1. Все, блядь. Окей, главное меню может. Пиздец. Что у меня с игрой? Что происходит? Окей, го, заново. Деверь. Это невероятно необычное. Вероятно, что вы входили в диагностическую диагностику. Пациенты не имеют доступ к этому мечту. Сука, дебилизм. Игра сломанная. Я тут при чём? Это уже точно баг. Хуй кто-то кажется, что это было не баг. Диагностика. Не реалистичное использование мечта может в результате мечта. Вот такое я делал в прошлый раз. И оно полностью ломает игру, если я так исполняю. Вот. Игра ломается. Всё, конец. Вот. Опять эта чёрная дыра начинается. Чё, блядь? Что происходит? Ну опять эти чёрные дыры, блядь. Да что за хуйня? Игра ломается. Чё за бред? У меня уже здесь начинается какая-то параша. У меня прям... Слом игры. Что происходит, блядь? Что происходит, блядь? Они это точно не продумали, короче. Оно у них не работает нормально. Какие-то баги бесконечные. Я заебался этот бред какой-то. Трэш. Да. Чё? А я прошёл? Я не знаю как я прошёл. Я даже не понял. Но по факту игра забаговалась. Потому что вы видели? Я там устроил какую-то чёрную дыру, какую-то хуйню сделал. И у меня игра полностью ломалась. А теперь я не знаю, что я сделал. Я прошёл. Я не знаю, что я сделал. Вот здесь хотел вообще ни на ум, ни на логику, ни на что. Ты просто как-то что-то рандомно делаешь. У тебя игра то ломается, то не ломается. И вообще не понятно ничего. Что я до этого сделал? Почему у меня игра сломалась? Я не знал и не понял. Почему я прошёл? Я не понял. Я ничего не понял. А если я хочу? А если я не доверяю тебе? Где я вообще уже? Я умер? Я не знаю. Где я? Я не знаю. Я не знаю. Я был доктор Глэн Пирс, и много лет назад я был мечтан. Я нашел себя в месте, где я понял, что каждый из нас начинает как ничего. Где все, что я чувствовал, было формировано, что это точно так, как я хотел. Блокое место. Э, где моя бутылка? Чё она такая большая стала? Ебать. Что творится? That's incredible. Ну почему меня наёбывают постоянно? Где я? Ну что еще? Not an exit. Небо плачет. Сабжи хоронить будут. Минус 250. Я думал, это я кому-то не ответил. Это просто минус 250. Но это плюс 250. Не бывает полноценных минус 250. Я же получаю. То есть от отчасти минус 250. Надо микрочевам на стол попасть. Упс. Найс подсказка. Причем даже какая-то неверная подсказка. Я ни на какой стол не попадал. Но я прошел. Ну и куда я иду? Как будто я ускорился. Я могу вбок идти. Вечно. Если захотел бы. Тут хз. 집90, кот mais également dressed hisめる hair on the way. Непродuly. Еще одна дверь. Что фигня... Что уже разработчики исполняют. Я понять могу зачем это все. А, подождите, мне надо. но пробел бля потому что, с жизнью своей жизни, и всем весом, которое я воспринимал, я понял, что видеть вещи так, как я хотел, было не так легко, как это было где мы, кто мы, за что мы что, темно уже, кса, надо включить свет но если я включу свет, будет суперсветло, как обычно я не могу сделать средне о, полосы, кайф а так у меня полосы, у меня этих полос не было недавно, теперь они снова появились тупо полосы за вебкой что я сделаю? сложновато ну, просто ебаные полосы а что делать? на прошлом стриме их не было ну, как это пофиксить? ну, что еще? просто полосы каких камней не бывает в речке? точно не отгадаешь? каких камней? я даже не буду пытаться я не знаю, как пофиксить полосы, короче, придется, ну, с полосами за спиной я не знаю их не было уже на прошлом стриме, почему не появились? блядь да че за влево или вправо? ха-ха Ну и как-то решается. Я должен посмотреть под определенным углом. Вау, мне я даже двигаться не могу, я... Ну что еще? Да. Я наскору пососался с парнем. Я стал геем. БТВ-маля-гею из Москвы плюс вейчат почпакаемся. Встал. Ну что еще? Чего, блядь? Донатил тебе один раз и спрашивал, что такое СУВ. Как вот, после этого решил погрузиться в эту тему с головой. Увлекомился с отличным человеком Томасом Сауэлом. Смотрел ли его критику насчет СУВ и прочее? Если нет, то обязательно чекни. Ссылка удалена. А почему я Кадыров? А зачем мне смотреть его? Зачем мне смотреть? Ну какой мне интерес? Я знаю, что... Ну типа я знаю все на эту тему. Я все знаю. Мне не интересно смотреть чью-то критику. Так что вряд ли я буду смотреть, потому что мне неинтересно совершенно. О. Каким-то образом я прошел сквозь ту белую стену и попал за черную стену. А теперь могу... Блядь! Хватит! Хватит меня тушить! Что со... Что? Концовка этой игры совсем ебанутая. Причем я не знаю, когда эта концовка наконец-то будет. Ну что еще? Она какая-то бесконечная концовка. У тебя в коробочке на сквай. Чишем? Нет. Тик-таки типа. Типа тик-така в мятной ткедр же. Как починить вебку? Почему она теперь с полосами этими дурацкими? У меня полоса за спиной. Что за душиловка? Ну что еще? В смысле? Садись с хохлом в поезд. Заходит в вагон. Нашел свое купе. Открывает дверь. А там три негра сидят. А хохолом и говорит. Ой, хлопцы. А что тут горело? А теперь серьезно. Виталий Кемперич. Когда будет решена проблема матпака в Дискорде? Достал уже своей одиссеей спамить. В Дискорде проблема не только с матпаком, а со всеми, кто спамит в предложке всякую хуйню. Словомод больше шести часов поставить нельзя. Что опять не так? И опять прихожу в одну и ту же точку? Это как-то тема с кирпичной стенкой? Как это решается? У него великие силы. О, рафлинка. Я не понимаю. Зайду в эту, выйду, стой. Зайду в эту, выйду, стой. Но почему? А если я так сделаю? Как я могу видеть одновременно два одинаковых выхода? Как такое может быть? Подождите. Тут желтое, тут красное. А тут синее, а тут красное. А, ну да. Как такое вообще может быть? Как я могу стоять? О, Аня. Как я могу стоять и видеть два одинаковых выхода? Одновременно. Хотя они не одинаковые. Но при этом я в одном из них нахожусь. Блять. Ну опять тупняк на тысячу лет. Ну прям реально она долго. Ну это слишком сложно опять. Да. Что это значит? Что это значит? Как таким вещам можно додуматься, не зная правил игры? Самая главная проблема в некоторых так называемых головоломках этой игры, то что ты не знаешь правил игры изначальных. Если я знал правила игры, я мог бы думать, а так я даже не думаю, я рандомно что-то делаю. Что я должен сделать? Каким образом я делаю так, что там и там темно полностью. Вот темно. Мы весь должен сделать обе двери темными? Вот так-то лучше. Папань, я много лет смотрю тебя и хочу сказать тебе большое спасибо за твой контент. Не за что. Я от чистого сердца желаю тебе, чтобы все твои мечты, начиная, оканчивались успехом. Еще раз спасибо за то, что ты есть. Кул, тебе тоже спасибо. Ну, это надолго. Меня на самом деле больше волнует, почему у меня на вебке полосы дурацкие, чем почему, блядь, эта хуйня не проходится. Как при одних и тех же условиях, позавчера не было полос, а сегодня есть. Что делать надо? Почему-то стало полностью темно. Ну, что еще? Папаня, подсказываю один раз? Нихуя, не надо подсказок! Нафига они подсказки? Какой интерес с подсказками играть? Хватит подсказывать пытаться. Как-то может быть настолько сложно, блядь. Тут всего лишь две двери есть, ебаных. Я рандомно должен это пройти каким-то образом? Разве нет? Они же, они же всего лишь две двери. Тут мало возможности что-либо сделать. Тут никуда кликнуть нельзя опять. И тут только две двери. Почему я не могу что-нибудь рандомно кликнуть? Или рандомно куда-нибудь пройти? Тут уже мало... ...возможностей изначально. В чем прикол? Что? А. Так, стоп. Блин, я не понимаю, как это может быть вообще? Когда я на угле стою, как я могу видеть все одновременно? Ну что еще? Привет. Как же зон? Чай кушал? У меня такой вопрос. КХМ. Не знаю, упоминал ли ты Элгали Лондон. Но вот твоя доля. Напоминаю. Упоминание Элгати Лондон равно доля. Можешь обузить только не сильно. Так вот. Ты забмаебошил? Там, кстати, делают тревоги и играли. Айо. Что думаешь на этот счет? Ничего. Ну что еще? Работяги, включаем мод ожидания. Откуда я мог знать? Откуда? Откуда? Папзан, если понравится Стенли по Ребу. Чекни потом беги и мир смыди от его создателя. Дикая пушка, вышка, хладнота. То есть тут какая-то механика, которую я не знаю или что? А по поводу Элгейт Лондон мне в принципе все равно. Я уже забыл про эту игру. Я не знаю, им нужно полностью новую игру делать. Они делают, ну, ремастер просто. Ну, не знаю. Она же уже слишком устарела. Им нужно все новое. Движок новый, все новое совершенно. Ну, я посмотрю, конечно. Мне было бы интересно, где он, что они, ну, там, намутят. Спустя столько лет. Ну, блядь. На какой-то механике, не знаю или что. О, что мог взять? Лол. Откуда я знал, что я мог что-то взять? Что я взял? Что это такое? Ну, куда есть черный квадрат или что за хрень? Я не знал, что я мог взять что-то. Это бред. Откуда я мог знать? У меня есть какой-то... Ну, что это... Кулите чатик и отдельное приветствие. Что это? Спасибо за подробку. Будет ли сегодня стрим, станут ли парабол? Передай привет Никите Стеценко из Владивостока. Ты же видишь, что... Привет Никите Стеценко из Владивостока. Ты же видишь, что... Ну, игра стоит на ютубе Стэнли Парабол. Ты же видишь. Не скажи просто, что вот тот уровень с домом, это был уже, типа, конец игры. Меня, походу, наебали. Я не знаю, сколько тут еще до конца игры. Мэбби еще миллион лет. Очередные суперсложные головолимки. Окей, что я должен добиться? Чего я должен добиться? У меня есть кубик. Неясно, зачем он мне нужен. Для чего? Ну, я не знал, что у меня он есть. Откуда я должен был узнать, что у меня он есть? Для чего мне крест? Может, заблочит себе проход? По фану. Что-то даст. Не знаю. Ну, что еще? Рад, что понравилось Суперлиминал. Есть в запасе еще игра. В портале фишка порталы. Суперлиминал, перспектива. А в Брэйт, время. Но это платформер, не надо пиксель хантить. Разве что графон может понять. Суперлиминал, не слышал. Может, нет. Ссылка удалена. PS, тынка, отсидебокс. Ну, что еще? Человек со среднестатистическим ICQ проходит эту комнату, даже не заметив, что тут есть головоломка. Но ты уникальный в скобочках. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Потом почекаю. PS, синька, отсидебокс. Ну, что еще? Тебя не наибали. До конца игры минут 10. Хотя, учитывая, что ты застрял в этой комнате, реально контента еще на пару стримов. Ну, что за бред, блядь? Как? Я не знаю, правил игры. Ну, что еще? Привет. Попробуй выбить все ачивки. А-а-а! Нет. Я не знаю, это подсказка была. Папзан, купите бак. Блядь. Я сейчас сделаю донат минимальный миллион. Я, возможно, даже отрубил донат. Я не в курсе. Подождите, да, я их отрубил. Хватит... Не говорите мне ничего, а то я вырублю стрим вообще нахуй. Хватит подсказывать. Я хочу сам додуматься, чтобы понять, возможно ли было додуматься самому вообще. Потому что мне кажется, что, ну, опять какая-то хуйня, когда ты должен знать правила игры. Я почему-то не знаю правила игры. Почему я не понимаю даже примерно, что делать. Как это может быть очевидно, блядь? Здесь там вообще даже близко не очевидно. Какие правила игры? Что делать надо? Что, блядь? В смысле? Это, по-вашему, думать надо здесь? Тут просто проход есть? А почему он тут есть? Я ничего не понял. Что за ебала? Все это время был проход? В смысле? Откуда? Я тут при чем? Как я могу... Блядь, что за бред? Да это бред просто. Даже думать не надо было, по факту. Помойки. Везде есть помойки. Пиздец. Почему везде есть помойки? Где я, кто я? Вон, какая-то дверь есть. А, фигура. Давайте возьмем синюю. Накрасивее. Что? Почему у меня... А я должен ходить только по черным? В смысле? Подождите. Но фигура стоять может? Не понимаю. А, окей. Странно. Я стою каким-то образом? Или я уже... А, подождите. Я могу стоять или нет? Или... А, я стою. А, я могу просто фигуру поставить, чтобы я мог стоять? Нет, я не могу стоять. В смысле? Я не понимаю. Ёбаный, ерун. Ладно, я буду по ним прыгать. Так проще. Так, ясно. Всё. Чего там меньше? Она должна быть нормальная. Может, я могу в АОЕ определенном стоять? То есть, в радиусе от фигуры? Псс. Как-то заёбисто. А! А, я могу? А, да, короче, в определенном АОЕ я могу стоять. Я так и думал. Ну, я продвигаюсь? Ха! Это легко. Но тупо. Где логика в этом вообще? И где в этом смысл хоть какой-то? Почему? Почему так тупо? Типа. Фигура. Я не понимаю. Так, я боюсь идти дальше. Нужна фигура. Ой. А, окей. Где я? Кубик? Нет, туда? А, блядь. Ну, что ещё? Представляю себе ситуацию. Попич идёт ночью по улице. Подбивает челик и стреляет его. Последние слова Попича. Адак, я не знал правила игры Рэффлэндолбай. Ебать, ты идиот. Где взаимосвязь? Где тут взаимосвязь-то, бред? Представь, ты спишь. Не знаю. Короче, у тебя там, не знаю, какой-то тромб оторвался. И ты проснулся и, блядь, умер моментально. Но ты успел проснуться и сдох. И последние твои мысли, которые ты подумал. А я не знал правила игры. И просто тоже рандомное, совершенное. Что-то выстрел. Рафлан, долбоёб. Красава. Тоже так могу. Мне нужно что-то ещё. Мне нужно что-то ещё. Я могу развить... Я развиваюсь или нет? А ну, я развиваюсь. Блядь. О, нет. О, нет. Я же развивался. Или мне показалось? Я так и не понял, я развивался или нет? Блядь. Я могу его туда закинуть? А, нет, туда он не влезет. Я развиваюсь, когда прыгаю на него просто? Или нет? Что мне подсказывает, что нет? Почему-то не дверь. Это же проход. Но при этом могу... Не понимаю, как я смог войти туда, после того, как я куб туда положил. Где в этом логика вообще? К этому додуматься невозможно. Ты просто это рандомно делаешь. А, сэр. Ну так хули. Тогда и изи, конечно. Блин, концовка игры на самом деле хуже, чем... Игра была до этого пиздатая, но концовка мне не очень нравится. Потому что какие-то странные вообще темы. К этому дойти почти невозможно. Они рандомные. Ты не можешь до этого додуматься? Потому что не о чем думать. По большому счёту. Надо сыр развить. Вау. Что ж так сложно? Ура! Let's go! Так, что здесь? Я буду проваливаться? Разумеется. Окей, я пойду по чёрным, чтобы не падать вниз. А куда я иду? Ладно, гу, пойдём. Теперь чёрные проваливают меня. Ну, а хорошо. Ну, я иду вниз. Далеко я вниз должен идти. Это уже точно Интерстеллар. Это что-то похожее. Чё за хрень? А! Чё? Чё? Тяжко тебе. Ну, что ещё? Папань, я не хитр, но серьёзно. Эта игра пробегается за два максимум три часа с первого раза. Расскажешь. Если не видел её на стримах, а ты сумел растянуть её на 3 стрима БТВ, передаю привет челикам из беседы, хах. Вы лучшая. БТВ. Олег Челышев, пидорас. Ну, кстати... Ну, что ещё? Что происходит? Я умираю? У меня 3 стримов были неполноценные, я же там ещё стримил другое. Но вообще, я не согласен, конечно. Два часа там невозможно. Что творится? Где я опять? Безработный 250 рублей. А, беззаботный. Спасибо. Привет. Меня зовут Доктор Глэн Пирс. И сейчас, вы можете понять, что всё это произошло точно так же, как это было. Что происходит? Вы видите, каждый, кто приезжает в Институте, делает это, потому что они чувствуют, что они не в порядке чего-то важное для них. Но, больше всего, чем не в порядке, проблема не в порядке, которые мы испытываем, не могут быть решены. Проблема, это, что мы становимся так опасными от ошибок, что мы не хотим увидеть наши проблемы с нашим перспективом. Тут не в этом дело было. Так, мы делаем опять же, и опять, и опять. И там, конечно, мы находимся точно за ошибку, на которую мы смотрели. Что, блядь? Хватит! Как я могу делать что-либо другое, если у тебя порой нету никаких опций даже, сделать что-нибудь другое? Моя любимая комната в этой игре. Выход туда? Ваши жизни всегда будет трудно, и всегда у вас будут проблемы. Но сегодня у вас есть возможность увидеть вещи в другом. Даже если это означало, что встать в обстаках, которые казались невозможными в первую очередь, вы думали, что в обстаке, и вы оберегали их. Потому что вы увидели вещи с каждого уровня, вы понимали их, как они действительно были. Потому что вы продолжали двигаться вперед, не важно, как далеко от путь, на которой вы сказали, что вы идете, или как неизвестен, вы увидели свою дорогу. Я с ним не согласен, вот категорически. Я иду к выходу со своего усна бесконечного. В последние минуты вы вернете в реальном мире. И некоторые части из вас скажут, что ничего этого не было реальным. Так что, как это действительно означало что-то? Но, как же как и мощность в себе, она будет так реальным, как вы думали, что это было. Все, что вы должны сделать, это встать. Окей. Я проснулся, наконец-то. Ну, в целом, конечно, хорошая игра, безусловно, мне понравилась. Но концовка не очень понравилась. В концовке было слишком много рандомных моментов, каких-то вообще странных. Ну, реально, там не столько думать нужно было. Все, что было после, после, короче, той самой головоломки с кирпичной стеной, вот после кирпичной стены все, что было, мне, наверное, скорее не понравилось. Особенно херня с домом. Дом в доме, там был баг. Я его два раза даже сделал. То есть я доказал, что там был баг, я его повторил. Я сделал снова тот же баг, я пошел, вышел туда вот к черной дыре, и я пропал. Я уже не могу вернуться. То есть это баг, это по факту баг. До кирпичных стен, ну, включая кирпичные стены, игра, ну, супер охуенная, согласен. А потом, ну, концовка не очень. Мне меньше понравилась концовка. Все, что начиная от дома в доме, это пиздец, бред какой-то. Там даже думать не надо, по большому счету. Там просто все очень рандомно, как-то необоснованно, нелогично. Ну, и с последней его речью я тоже не согласен со всем, что он сказал. Ладно. Про шоу проверяйте. Да, не быстро, да, я. Да, шоу. А шоу, вернее. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебами и грейпфрутовый сок. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.